Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 741. События дня. Псалом 3.3. Многие говорят, Душа Моя нет ему спасения в Боге, но Ты, Господи, щит предо Мною, слава Моя, и Ты возносишь голову Мою. Исаия 51.6. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля вешает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Роман Фроликов. 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 перед своими что столько лет молюсь о помощниках вы все разворошили на моих складах то сразу пришло три человека на помощь он говорит представляю примерно что вы сделали бы с нынешними возможностями интернет компьютер видеокамеры будь вам 30 лет то если уж из практически ничего в 60 70 80 годах столько наготовили материала одна только рутинная работа по тиражирование перепечатки сколько времени занимала до денег сколько моя работа не более чем оформитель и сортировщик по моему у вас способности гораздо шире и богаче и подобную мелочь вам на один понюх будь это несколько раньше делали же печки пачками почти конвейерным методом и тут нечто схожее я отвечаю для сведения со мной в одной комнате здесь жил и рванах судника потесно понаил от нее глядя десятью пальцами одинаково что-то быстро печатал и по-русски по-английски то есть я такого больше никого не видел но я рано встаю а он часа два-три спа спит еще но я и донимал его покажи что делать дальше покажи да и спи себе на здоровье он покажет раз другой ты и уже после седьмого тома все книги я верстал сам с его шрифтами потом занялся фотошопом корректуры ужас но приехали брат сестрой загуляева и приструнили меня вот вы все сами делаете мы для чего не станет вас и все дело в тупике а мне это и надо я сразу отошел в сторону потому что занялся оцифровкой златоуста и другого 50 томов сплены на это очень две с половиной тысячи часов почти спал два с половиной часа и меньше господь дал силы и вынес меня на берег утешения друзей за девять лет было написано три тысячи проповедей стихов написано изо на тридцать восемь книг за компьютером провел более тридцати тысячи часов мой бог все это он новиков в шестьдесят два года взять за компьютер да не просто взять около восьми лет ворочить горы текста да сообразить и приноровиться это мощно когда начали решили с издательством то всерьез где смотреть ему надо показать где это все я отвечаю вы уже спроварили книгу из документов для слова божия нет уз там все вынести оттуда мне мою биографию так как как раз все это и сказано будет меня всегда кто-то толкал к примеру печатать на машинке переплетному делу реставрации книг научиться изучать иностранные языки и прочее разное только католиком кто-то ходил и тут уже у меня три важных материала вышли они книги к истинному православию гордость папство страница 323 человека убийства и ложь ватикана 340 фатимская весть трагедия или надежда все указано где как раз лежал я после операции тяжелой со двора издали ночью падал в окно сумеречный свет у меня были листы бумаги и чуть ли не на ощупь писал не видя ни буквы и тут же ушло в печать он отвечает целиком вашей ни одной книги не прочитал новиков то не подошло видно еще время или же не успел все местами поэтому спрашивал ксения юрова миром дорогой любимый наш игнатий тихонович с опозданием в два дня поздравляю вас в виде операторов володя отдельной благодарности за труды в разных полевых высотных и других экстремальных условиях администраторов модераторов всех ваших зрителей с пятилетием канала во свете библии открытым оком слава христу за всех кто трудится во слава его и по исполнению заповеди его нижайший поклон юрова дмитрий ксения мысленно обнимаем и всегда поминаем володю никиту и вас игнатий тихонов своих молитвах благодарим господа за всех вас и господи слава тебе я отвечаю володя прочитал он подошел из-за стола и низко поклонился и просит передать вам поклон ростам в любом случае нате технич простите меня заочно за мои пороки и обиды вы хороший человек считаю библию без толкования становлюсь жестким продолжать том же духе отвечает читайте молитесь и до и во время чтения и после толкование святых отцов православия полюбить искренне никогда ни в одну погибельную из тех кто вас не потянет лукавый дух рустам да вы были правы что лучше с толкованиями еще я понял до конца ваш совет по поводу женитьбы все верно она не нужна всю свою жизнь потратишь на женские капризы и ради чего времени не будет по толком то считать даже библию не говоря уже о трудах отцов в церкви ваших трудах медицинской разной литературы женой по настоящему богу угодить невозможно жить женой это сизифов труд тут я одному пишу нужно немедленно заменить как-то букву б маленькую на букву б большую с маленькой буквы это или люди или падший демон сатана бытие 35 но знает бог что в день в которой вы вкусите и откроются глаза ваши и вы будете как боги знающие добро и зло боги с маленькой салон 8 1 6 я сказал вы боги и сыны всевышнего все вы псалом 81 но вы умрете как человеке и пойдете как всякий из князей 2 кориевством 4 4 для неверующих у которых бог века сего с маленькой буквы ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благовествования славе христа который есть образ бога невидимого я дальше поясняю 2 глава 2 4 противящийся превозносящийся выше всего называемого богом или смятыне так что в храме божьем сядет он как бог выдавая себя за бога я пишу проверил первый ролик что дальше так как мне его ставить то вы подготовьте сейчас если возможно я к утру его и закачаю ну и далее про симфонию нашу вот я здесь показываю а так как комментарии под выставили симфонию на к не канонические книги она труднее всего мне далась по благословению преосвященного и в тихие епископа ишимского и сибирского симфония первый наилучший друг и помощник всем кто любит библии и господа иисуса христа и желает проповедовать вот здесь все прочитайте подробности чем отличается от других не каноническими книгами постоянно пользовались святые отцы своих поучениях такие как океан златоуст в книгу также включена такие тексты как 13 14 глава даниила молитва монасты и отсутствующие всенодальной библии стихи 36 по 106 а из 3 книги езра в 7 главе чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами ладикийский 59 60 карфагенский 33 апостольская 2 85 апанасия праздника стихи и григория богослова и амфилохия ну и далее откуда-то нижнем варианте 405 страниц а здесь же 1392 пополам их резала симфония на неканонической книги библии вот как вышло главный редактор кто загуляю компьютерная верстка тут я участвовал и корректор новиков сергей александрович да а сколько разных детей прошло за десятилетия я отвечаю у меня в лагере стане среднем было со взрослыми 108 109 в лета тысячи за 46 лет и государство не дало ни рубля новиков это я к тому примерно как по людям общины по воспитанникам пройтись но тут скорее устно только что то вы скажете обзорно я говорю нет и тут есть что взять из книг писали с характеристики с проглядом в будущее этих воспитанников стихи и гимны про лагерь про костер про воспитателей только роликов более семидесяти про лагерь прям рядом я сейчас ткнул бы всех показал вся жизнь как на ладони только в 1998 году было 15 комиссий краевого масштаба суды шли и все это в книгах есть вот что нашел кирилл серебряницкий игнатий тихонович лапкин 9 где-то находится все еще на это сказать открыто день такой сидел за все равно богослужение это было тоже вчера было у меня что главное это мой мир вот она где то как пришел наконец перенесло пришлось скачивать на рабочий стол а с рабочего стола уже сюда перенести перестала система работать перестала еще не сделаешь вот так и лично это православный форум 1600 тем вот он как выглядит много и вот наши вот этот ролик выставили интересный ролик вот я сейчас его покажу как он музыка и голубеваркования архиерей был фотографии какие сестры то он сам все сделал какого бог дал помощника талантливого набрал какие фотографии у нас 21000 фотографий то есть что материалы это составил я сначала провел по разным местам чья биография тут так и идет вот он из этих тогда которые есть вот минуты на две фотографии вот наш архиерей сидит и в тихий батюшка вот разблюдаемся по городу вот деревня как она выглядит так по деревне вода вот такая шла вообще и вообразить невозможно вот он сначала отдельной картиной выбрал вот поставил такую заставку называется кто как пришел богу и в общем свидетельство это под номером один будет еще и картину посчитал вполне характеризует нас это наша голубятня это братья сестры идут в храм вот какой ветер это все велосипедовые страны батюшка впереди соревнования воскресный день где-то гусей поддел зачем могу сидеть наверно нас похожи это да да ну не наши эти гуси я так понял эти как обеды тут устраивают потеряевки тут видите с исакием красивые фотографии готовы на 4 5 6 7 8 девушек два парня это на рыжкостом пруду наши ребята рыбащат ну потом начинается аксенова первая татьяна павловна и по порядку идет и вверху написан актуал пимова любила степанова ну и вот какая музыка как подобрана вообще я просил пятую симфонию бетховена если можем варкование голубей там еще что он так и сделал вот это за это время зашел я сейчас открою если ругань я не виноват вячеслав козар пишет а я бы помог а так женщины ведут себя в смысле языком чешут бестолку странно смотреть на вас братья во христе еще тут такое прошло 12 сентября утро заголовок молодой зять дома и не помогает больному спиной тестью почему он наколотил их ты все потом уменьшать будешь или может так на по христе странно и прямо как-то обидно даже может взять увидел и постыдился что чужие помогли что помог а так женщины для себя смысле языком чешут бестолку ну непонятно что он не ругается это уже достижение так считаю показать наш видеоканал теперь это тот который зашли новый одна из один из роликов ну и во свете библии это очень богатый материал самое ценное четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса и ответа и вот показать хотел у нас две фотографии посмотреть посмотреть надо что это означает означает книги и рахиль увезла теперь что она их довезла восемнадцатый том это мусульманам к истинному православию для слова божия не тусат она сама выбрала я обычно с этим осторожен а тут ну пришлось так вот сама и выбрала вот она поставила а теперь положила это уже надо ехал до дому и вот так все это вышли и у меня интересный материал есть игнатов сергей егорович написал письмо вы считаете его вот от игнатова я его прокручу потихоньку кому надо прочитайте у меня что-то не очень с голосом тормозните и дальше вот вы дескак Это он все настоятельно написал, вряд ли он будет считать. Молодец, написал очень подробно, понятно, искренне. Считайте, тормозите и просчитайте, тормозите и просчитайте. Видите, он старался и по собору, и по Писанию, и Молодец. Он приезжал в Потеряевку, какого-то там Архиев Райхан. Местописание, апостольское правило приводит. Такой богатый материал, ни одна ему семинария не даст. Вот так. Так, считайте. Эти все правила приводят, соблюдение правил, ужасно. Священник обязательно будет грозиться, ты меня мучишь. А потом будут искать на конце вселенной, где бы кто это слово сказал. Недостойный прихожане святотихоновского храма в городе в Глидаре Донецкой епархии УПЦ МФ Игнат и Сергей. Вот мы-то просчитали. Ну, вразумится, не вразумится. В общем-то, от нас это мало значит. Но человек постарался. Вот так. Это что, в город направить? Ян Златоуст. Это я уже тут смотрю. Ну, такие заходят люди, так много знают. А свержение монархии. Русские люди что говорили в то время, когда сверж... Монархию свергли. А только что молились о царя-царя. И вдруг все. И сразу все это... Плохая была власть. Как сейчас. Папа и говнорта ни один не раскроет. А тут. Это был коммунистический режим. Он там угнетал. А то раньше-то почему молчали? Ни один. Я не знаю. Глеб Якунин он говорил. Все. Что? Это какие? Ну, и что? Там много. Много очень. Притом, приветствовали это временное правительство. Никто не знал, с чем это кончится. Вот так прочтете дальше уже сами. То есть, никто царя не поддержал, не пожалел. Но еще никто не знал, что на Голгофу потянутся все за царем-батюшкой. Вот так. Ну, вопрос и ответ на сегодня пока хватит на этом.